Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и сегодняшнее видео я бы хотел посвятить актуальному вопросу, что было первого, так же и второго сезона, связанное с оружием, аксессуарами и броней Туала. Где мне их достать, как мне правильно их заточить и не сесть в лужу. Вопросы, которые уже второй сезон преследуют, потому что многие пропустили первый и так или иначе эта тема как оказалась актуальна. И вопросы на стриме у меня идут рекой в чатике. Так поэтому давайте же разберем, быстро, коротко, я ценю ваше время и поэтому погнали сразу же к самому главному. Что такое Туала? Туала это сезонная экипировка, которая дается только на сезонном сервере и использовать ее можно во время сезона. Но так же вы, когда вы пускаете персонажа с сезонного сервера, вы все эти вещи оставляете. Оставляйте Туала, эквивалентно следующим. Аксессуары Туала заточены на плюс 5, эквивалентно третьей золотой беже. Оружие заточенное на 20, эквивалентно 19-й к зарке и 19-му кутуму. Броня это босс-сет, где ботинки это маскан, перчатки это пьек. Туловище и шлем это непосредственно геос и древень, именно по характеристикам. Далее, где мне достать броню и оружие Туала? Сейчас, как я говорил в предыдущем видео про сезон, это еще гораздо проще. Вы можете уже ворваться 16-м сетом и не надо ничего с нуля точить. Вам только лишь нужно обменять 20-е оружие броню нару и уже будете в полном комплекте. Аксессуары же Тувала вы будете получать, обменивая камни Тувала, эквивалентно 5 камней на 1 аксессуар. Меняется оно у кузнецов, кузнецы прописаны также на камни. Это что касается общего ввода. Далее, самый главный вопрос. Юга, где же мне формить камни Тувала? Камни Тувала падают абсолютно везде. Абсолютно везде, это значит на всех абсолютно спотах. Для себя я решил, что камни Тувала я выбиваю с фаспотов. Они очень плохо падают на крупных спотах, простите, типа кризарки, гистрия или анокрион. Но вы туда и не пойдете с малой атакой. Поэтому ориентируйтесь непосредственно на маркеры атаки, которые у вас здесь есть. Я лично фармил огромное количество заточек на волках, таких как красные волки Кагумы, Инганы, не знаю, грибы. В общем, в принципе, где мобов большое количество. Мне, если, и в принципе и вам, если у вас есть задача накопить большое количество заточек и всего остальное, то для вас фарм фаспотов на сезонном сервере изначально является как минимум средством обогащения заточек черных камней времени, черных очищенных и самих камней Тувалы. Поговоря про все их три, нужно не забывать еще, что у нас появилась такая штука, как сезонная пилюля энергии Тувала. Для чего она нужна и с чем уйдет, также на ней написано. Я, по крайней мере, ее меняю сейчас на данном этапе на свертки с черными камнями очищенных чар. Переходя к ним, я сразу говорю, это усиление до 16-17-18 без фейлов. Сто процентное, которое теряется только прочка у оружия или брони. Полезная вещь, если вы, в принципе, топите на 19-20. И сами камни Тувала, их вы будете выбивать, в принципе, в огромных количествах. Плюс ко всему, они, можно также получить их с черных камней времени. Опять же, важный этап, к которому мы еще вернемся к добыче, это еженедельные квесты. Они, повторяемых, находятся в самом низу, называется улучшение снаряжения Тувала. У меня, как видите, уже идет КД на 6, ну, там уже пятый день. Здесь вы можете на выбор или 600 заточек выбрать, или, допустим, какое-то количество камней Тувалы, или 18-100%. Поначалу я советую вам выбирать непосредственно камни. Точнее, не камни Тувалы, а заточки черного, черный камень времени. В целом, это и в дальнейшем, вам 600 камней, и вы можете их менять на свертки. Они вообще самая универсальная вещь, потому что здесь, да, он фармится довольно-таки плохо, но черный камень времени все-таки универсальнее и лучше. Вот, это что касаемо добычи. Теперь, как и что нужно точить в первую очередь. Как видите, вы мне, это вот, сколько у нас идет, там, третий день сервера, на второй у меня уже был шмот, вчера я не точился. Что нужно точить в первую очередь? До минимального набора кап-атаки в первую очередь точится оружие в хенд. Это понятно. 19-й круг брони вам поможет уже вполне себе спокойно стоять, неубиваемая на босс-сетах. На босс, простите, 19-й круг Тувалы вам поможет стоять на фаст-спотах спокойно и непринужденно. Но, важно знать, ожерелье Тувалы из всех аксессуаров точить нужно в первую очередь. Оно дает максимальное количество атаки, 25, то есть как третий огур или третья рейна. Далее же мы точим пояс, после же точим кольца и серьги. Кольца в первую очередь, серьги во вторую. Почему? Аксессуары Тувалы точатся очень легко. И для вас, сейчас в дальнейшем я расскажу, как это сделать. Фейлы и как точить их. Начнем как раз с аксессуаров. Ожерелье Тувалы, конкретно это, у меня зашло 45 фейлов. Есть определенный пункт. Я на плюс 1 точу вообще без фейлов, потому что там очень большие шансы. Эквивалентно заточке третий голдовый беже. На плюс 2 я точу примерно у меня от 10 до 16 фейлов, если они есть. На плюс 1 без фейлов, на плюс 2 16-15, на плюс 3 около 20 фейлов, на плюс 4 30 фейлов и на плюс 5. Я стараюсь, как говорится, немножечко увеличить этот разрез. То есть на плюс 4 когда-то можно от 30 до 40 и на 5 от 40 до 50, если у вас не есть. Если у вас нет, смело тыкайте там с 38. Бежа точится очень легко, ну, относительно, в принципе. И дает самый один из приятнейших бустов, который вы уже заточите и забудете. Далее идет оружие в хэнт. Ее точить обязательно. Так как кзарка, так как кутум, урон по мобам, меткость, они вам необходимы. Если в вашей классе есть пробужденное оружие, и вы будете бегать в пробуде, в этот же список добавляется и пробужденное оружие. То есть оружие и аксессуары. По заточке. Девятнадцатая вещь эквивалентно 18, так же как и точка. Соответственно, на 19 я начинаю топить, точнее на 20. Я буду сверху вниз заходить. С 20 я начинаю топить с 55 фейлов. Это как на 19 я бы точил обычную босс-шмотку. На 19 тувалу я тыкал с 35 фейлов. На 18 я беру 100% или около 29. 16 мы не рассматриваем, а 17 там промежуток идет от 5 фейлов до 15. Как вам удобно, в зависимости от количества камней. В этом плане нужно помнить, это те же босс-шмотки, просто на один уровень ниже. На 20 точишь тувалу, точи с 55 фейлов. Все, это важно знать, чтобы вы не делали оверфейлы. Потому что первый сезон был просто ужасный. Я на самом деле сам немножечко там наркоманился. У меня на тувале там было даже набито 135 фейлов, но они у меня благополучно лежат. Я с них 20 каранду тыкаю. Все еще на 20 не заточил, но все-таки приятные фейлы также с тувалой я поимел. Сама игра не дает тебе просто с таких фейлов заточить оружие на 20. Она говорит, дружище, не нужно такой херней страдать. Просто точи, как ты это обычно делаешь. Что не нужно делать с тувалой во время заточки? Не использовать кроны, не использовать печеньки и не точить в нескольких этапах. Вот это самая большая проблема, которую я вижу во всех гайдах. Люди точат в несколько этапов. Фон у меня сломалось, у меня 5 аксессуаров, все на 3, на 4, на 5. Нет, просто точите все по одному. Поверьте, это вам сэкономит огромное количество ресурсов. Если бижа зайдет, тем более сейчас у нас есть нововведение. Все эти гайды сейчас заточкой немножечко устарели в этом плане. Нововведение в виде пояса. То есть вы можете сейчас, точнее не пояс, а нити надера. Вы сейчас можете фейлы практически переключать между собой. Это сейчас вообще просто лекотнее. В крайнем случае запакуйте фейлы и точите их с малых. Но ни в коем разе не точите с огромных. И не используйте все вышеперечисленные. Что можно использовать для точки тувалы? Можно использовать молоточки. Объясняю почему. Вот эти донатные или то, что выдаются. Две памяти мастера и две брони вам сэкономят 10 камней тувалы на начальном этапе. В дальнейшем, в дальнейшем использования молоточков сразу категорически нет. Я использую также протесты валкса, чтобы добить какие-то лоу-левельные фейлы. Потому что мне их очень много. А я сам не точусь на основе. В ваш выбор их использовать или нет. Но запомните, ни печеньки, ни кроны. И не точите в нескольких этапах. Это очень важно. Вам это сэкономит огромное количество ресурсов. И вы мне потом скажете спасибо. Подытожив. Тувала это сезонное снаряжение. Эквивалентное 19-му сету боссовскому. И аксессуарам плюс третьих. Точится оно вполне себе очень легко и задорно. Ваша основная цель на старте сезона набить побольше количества точек. Я играю сейчас за Хасашина. Это даже сложнее, чем на любом другом сезонном. Прошлый сезон я играл за Блейдера. Там я 20-й круг сделал себе очень-очень быстро. Я бы даже сказал, я даже не спешил его делать 20-м. Но просто мне было лень. Потому что в любом случае, когда я себе чисто атакой 246 делал, у меня нужно было доточить лишь только одну броню. И всю броню Тувалы я в совокупности оставил на Блейдере. Я даже ничего не поменял, потому что не хотел разбивать сэп. Отличное снаряжение. Вам хорошие и удачные точки. Надеюсь, было все понятно. Я не особо затянул. Вам до скорой встречи. Увидимся в эфирах. Если видео было информативно и полезно, с вас лайк, комментарий из четырех слов под видео. До встречи на просторах Ютуба и Твича. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok